Танцуем вместе под эту песню. Танцуем вместе под эту песню. Завершилась произвольная программа в соревновании юношей на первом этапе Кубка России. Но снова первую часть прокатов не удалось увидеть из-за первого канала. Ну а из тех, кто попался, пожалуй, можно выделить три проката. Первый это Дима Шелковников, который так и не передал привет Кириллу Давыденко, а мы ему передаем. И потом, если говорить о программе, которую он катал, и в целом прокате как таковом, то вот все, кроме дорожки шагов, замечательно смотрелось. Замечательная музыка, выбранная для программы, очень прям подходит фигуристу. У самого Димы хорошая скорость, за счет чего и происходит вот это еще большее сочетание с музыкой. И даже несмотря на все эти помарки на прыжках, на вращениях, все равно вот этот прокат смотрелся. Одновременно такая замечательная музыка и такое скоростное катание, это вот то самое сочетание. Ну а дорожка шагов это полный кошмар с двух сторон, и хореография на ней, как будто бы он не эпическую музыку катает, а какую-то цирковую. То есть совершенно бездарная хореография. Ну а что уж говорить про качество исполнения шагов, это было не что иное, как ковыряние во льду. Но здесь именно больше повлиял вот этот контраст, что после такого скоростного катания резко сбавляется скорость, и начинаются вот эти непонятные шаги с ужасной хореографией. Поэтому Кириллу Давыденко надо что-то делать с катанием. Ну вот кроме дорожки шагов прокат был замечательный. Ваня Попов. Ну а здесь нормальные были где-то первые 20 секунд. Прям с самого начала программы он так мягко начал скользить, потом замечательный каскад с четверным тулупом, и затем начинается непонятно что. И так на протяжении всей программы. Но что самое удивительное, это его вот эта прыжковая техника, точнее положение свободной ноги в группировке. Вот кроме тулупа и акселя, он все остальные прыжки прыгает как Рома Савосин. Ну почти так же. То есть ужасно. Буквально на каждом прыжке болтается вот эта свободная нога. Ну что это такое? Надо допрашивать Иеру Смирнову. Потому что ну что за дела. А так в целом у парня неплохой потенциал вообще. Но сегодня на прыжках прям колбасило. Да и презентации в программе никакой абсолютно не было. А под такую музыку это серьезный недостаток. Ну и у нас остается Коля Колесников. Ну и вот этот прокат, это конечно было потрясающе. Казалось в прошлом году он впервые прыгнул. Два четверных тулупа. А теперь еще добавился и сальхов. Но даже если не говорить о прыжках. Вот насколько он именно органичен в фигурном катании. Как мы уже не раз говорили, у Коли есть артистизм и музыкальность. Мальчик очень живой. Может показать абсолютно любую эмоцию. Что так же редкость, особенно в мужском катании. И настолько он здорово смотрится на льду. Словно это и есть его стихия. Но в случае Коли конечно каждый раз думаешь о будущем. И вот здесь 50 на 50. Если повезет с будущим телосложением. То это будет победа. В таком случае мы получим еще одного уникальнейшего фигуриста. Ну а если не повезет. То конечно будет очень обидно. Поэтому на данный момент это единственное. Что вызывает вопросы. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...